Приветствую друзья на моем канале. Доброго времени суток всем. Сегодня мы с вами будем собирать совершенно эксклюзивную модель самолета Ил-2 М3 штурмовик. Почему эксклюзивную? Ну потому что данный экземпляр был выпущен в 1986 году. Таких моделей уже не выпускают ровно 33 года. Ну ровно столько сколько и мне. И сейчас мы его соберем. Данный экземпляр не будем красить так как для покраски необходим аэрограф. А его у меня нет да и финансов нет на его покупку. Я буду очень благодарен всем тем кто поможет финансово для покупки. Все кто захочет помочь и не останется равнодушным. Ссылки на электронные кошельки оставлю под видео. Заранее всем огромное спасибо. Ну что ж приступим к нашей сборке. Поехали. Вот так вот выглядит наша с вами коробка. Сейчас мы ее откроем и посмотрим что там у нас есть. Вижу уже подставку. Тоже отложим. Здесь идет инструкция которой мы будем пользоваться. Здесь идет вторая инструкция. По деталям мы и тоже будем пользоваться. Дальше у нас идут запчасти самолета. Отложим пока в сторону. А вот сама пирочка о покупке этого самолета. В 1986 году его купили. Откуда же я взял такую старую модель? Как-нибудь вам расскажу в следующих видео. Ну и здесь у нас идут наклейки. Потом мы их с вами наклеим, когда приобретем наш аэрограф. А до этого они будут у нас лежать. И те кто не знает как ими пользуются, как их клеить, я вам покажу как-нибудь обязательно. Ну и здесь часть фюзеляжа. Убираем коробку. Так, это мы тоже отложим. Уберем все, что мне нужно. Вот так вот выглядят наши с вами детальки. Сейчас мы положим и начнем делать наш самолет. Документы тоже уберу. Все, что нам не нужно, поубираем. Да, что хотелось бы сказать. Прежде чем начнете собирать свои самолеты, их нужно аккуратно откусывать. Вот от таких вот пластмассок. И зачищать вот края. Потому что если этого не делать, то остаются зазоры при штамповке. Это будет выглядеть не очень красиво. И когда будете откусывать, будьте внимательны, чтобы не откусить лишнюю часть. Иначе испортите деталь. А мы с вами приступаем к сборке. И первым этапом нашей с вами сборки это будет сборка фюзеляжа. Все будем делать как в инструкции. Начнем с отделения нужных нам деталей от пластмассовых креплений. То есть смотрим на инструкцию, выбираем нужные нам детали по нумерации, мы откусываем их. Да, друзья, откусывайте детали очень осторожно, чтобы их не испортить. Следующим этапом, когда мы уже все детали подберем, начинаем примерять детали. Для того, чтобы потом их правильно склеить. Начнем склеивать наши детали. Много клея наносить не нужно. Совсем маленькие капелюшечки делайте. На одной части детали и на другой. Дальше приклеиваем аккуратно. Все делаем так, как написано в инструкции. Поэтапно. Вот и получился уже наш с вами фюзеляж. Дальнейшим этапом будет у нас сборка фюзеляжа вместе с корпусом самолета. Начнем отделять наш корпус от пластмассовых деталей. Соответственно, откусываем очень осторожно, дабы не испортить другие детали. Будьте очень внимательны, повторяюсь еще раз. Сначала одну часть, ну и потом вторую часть. Дальнейший этап очень важен при сборке. После того, как снимете детали, их необходимо зачистить. От различных остатков пластмассы. Это очень важно при сборке. Иначе все детали могут не сесть так, как надо. После того, как мы это сделали, начинаем склеивать наш фюзеляж с корпуса. Сначала замеряем. Ну а потом, соответственно, начинаем склеивать все наши детали. Тут, кстати, есть такая деталь специальная, которая типа посадочное место. И вот в это посадочное место нужно посадить наш фюзеляж. Проклеим посадочное место, ну и сажаем фюзеляж на место. Делайте это аккуратно, без спешки, примерите, а потом склейте. Как-то так. Ну а после того, как наш фюзеляж уже приклеен, начинаем склеивать две половинки корпуса. Предварительно зачистив их, иначе могут они не состыковаться, так как должны состыковываться. Поэтому нужно срезать лишние части, которые остаются при штамповке. Клей можно наносить как и на одну часть, так и на другую часть. Это уже зависит от вас. Мне хватило, допустим, на одну часть. Я нанес, а вторую приклеил. Ну вот, друзья, вот так вот получился у нас с вами корпус вместе с фюзеляжем. Здесь я еще приклеил пулемет, но это показывать не стал в видео, дабы ролик получился слишком длинным. Следующим этапом это будет у нас склеивание хвоста. Судя из инструкции, хвост и кабина. Берем нужные нам детали, опять же их проклеиваем аккуратненько и склеиваем одну детальку и вторую, левая и правая. Нужно немножко их прижать, чтобы клей схватился. Вот и получился у нас хвост самолета. Сейчас начнем склеивать кабину. Для начала нужно будет примерить ее, как она садится на свое посадочное место. Ну а в следующем этапе склеить. Можно и поправить, если не хорошо село. Сильно прижимать не надо, просто кладете и клей сам схватится. Как-то так. Следующим этапом будет склеивание крыльев. Соответственно берем наши крылья. И начинаем срезать их со своих пластмассовых креплений. После того, как вы их снимете, необходимо будет их зачистить от остатков. Я вот делаю это канцелярским ножом, так мне удобнее. Вот видите, здесь кусок пластмассы штампован. Его обязательно нужно будет срезать. После того, как мы срезали и зачистили, необходимо их склеить. Тут также можно склеивать, как наносить клей и на одну часть детали, так и на вторую. И хорошо бы использовать при склеивании самолетов специальные резинки или какие-нибудь зажимы, чтобы крепко фиксировать то, что вы склеиваете. Потому что в руках держать немножко неудобно. Берем вторую часть и склеиваем их вместе. Немножко придерживаем. Когда у нас крылья бутыли склеены, начинаем приклеивать крылья к корпусу самолета. Опять же, замеряем. Ну и склеиваем вместе. Левое крыло, потом правое. Или наоборот, правое крыло, потом левое. Кому как удобно. Опять же, нужно прижимать. В дальнейшем я приклеил винт, ребята. Показывать я не стал, потому что это заняло бы много времени. Наш самолет с вами почти что готов, но еще не завершен. Остался небольшой этап. Нужно доделать шасси. И сейчас мы это с вами начнем. Полностью показывать всю работу по шасси я не буду. Так как это, опять же, занимает много времени. Вот здесь на примере вам показываю. И в итоге вот такой вот самолет у нас с вами получился. Работать мне с этим самолетом очень понравилось. Хорошая была моделька. Хоть и старая, но очень интересная. Наподобие я что-то собирал, но такого типа не собирал. По сложности в Илана не очень сложно. Но были некоторые элементы, вот как с шасси. Пришлось немножко поработать, потрудиться пинцетом. А так, в принципе, очень простая моделька. Очень интересная. Жаль, то что я ее покрасить не могу. Нет пока что аэрографа. Но как у нас он с вами появится, мы обязательно покрасим ее. У меня также еще есть много различных моделей, которые тоже требуют покраски. А без аэрографа красить это, ребята, можно испортить хорошую модельку. Я, кстати, уже пытался несколько раз и лучше этого не делать. Потому что остаются разводы и это как-то не совсем презентабельно смотрится. Также, надеюсь, поддержите лайком. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Будет интересно почитать. Может что-то сделал правильно, может неправильно. Что-то посоветовать. Всем удачи, друзья. И пока-пока.